мы изучаем как увеличить радость и подходим к вопросу сегодня очень очень серьезно потому что увеличивать радость это дело непростое надо за это очень серьезно бороться напрягаться чтобы усилить свою радость хорошо и так значит все поехали сегодня у нас будет 11 уже инструмент который предлагает автор книги 11 техника который предлагает автор книги значит жить или быть в радости не жить а быть в радости льет басимха дословно переводится быть в радости мы прошли уже 10 инструментов сегодня значит 11 инструмент 11 инструмент предыдущие 10 повторяют содержание предыдущих сей серии как в сериале первое принять решение быть радостным с этого все начинается второе шутки прибаутки 3 вести себя как будто бы ты радостный через внешние приходит внутренняя четвертая музыка слушать музыку танцевать пятая капсулы радости собирать радостные события и им радоваться продолжать им радоваться снова и снова 6 смотреть на полуполный стакан и видите все что у тебя есть и радоваться тому что есть 7 находить все время вот эти вот искры радости которые появляются и их усиливать своим вниманием как бы раздувать усиливать их 8 8 это 8 это позитивные мысли то есть выбирать думать позитивные мысли сур мира отдаляться от зла и делать добро думать о добре то есть думать хорошие разные такие темы убирать плохие мысли можно только вместо не ставят хорошие то 8 9 говорите радости вслуху что вот именно делать себя внушение такие радостные есть такой георгий сытин георгий сытин на был я не знаю он может умер уже умер по-моему около между 90 и 100 лет он умер но врачи то ему сказали что он умрет ему еще там было 20 лет что он инвалид который вообще не может жить а он именно настроями сытина он уговаривал себя что значит вот я здоров я здоров и у него прям целых недель настроек сытина где он уговаривал себя а последние годы вот я наблюдал за ним где-то уже последние 10-15 лет он очень стал религиозным и он все время говорил о богде творце мироздания который дает ему силы и он у него сын родился ему было около 80 лет у него сын 70 чем-то летим стрипом или 76 было у него родился сын он был до последнего момента в своей жизни в идеальной форме физическая занимался там его биологический возраст был 85 лет у него был возраст 60 лет причем он был у него была докторская диссертация по медицине и по еще почему-то вот поэтому слова о радости они приносят радость и как бы не говорили какие-то непонятные люди что сколько халва не говори слаще не будет 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 реально уже ученые доказали говоришь халва чувствуешь сладость говоришь лимон чувствуется на выделяется и 10 вчера у нас было 10 начало было значит тема 10 ты твоя позиция в мире что тебе должны ты как ребенок который все время говорит дайте мне тебе тогда не хватает или твоя позиция как у взрослого или как у всевышнего который дающий потому что для радости позиция берущий дайте мне она не годится даже тебе всегда не додают вот я вот смотрю у меня прям интересное наблюдаю за собой как только смотрю как ко мне кто относится мне все время настроение портится да потому что никто не относится ко мне так как я считаю надо ко мне относиться а вот если я не смотрю как ко мне относится смотрю что я могу сделать для других так у меня всегда хорошее настроение потому что для каждого можно что-то сделать каждому можно что-то помочь у каждой свои сложности, проблемы. И у меня радостное такое настроение, что я могу кому-то помочь. А как смотришь берущий, дающий. Понятно, да? Это была вчера 10-я тема. И сегодня 11-я тема. Значит, 11-й инструмент такой. Когда человек знает, что все события, которые происходят, они для добра. Значит, знать, что все события для добра. Я специально в Инстаграме, он не в Инстаграме, в Телеграме, я специально разместил уроки про Раби Ативу. Значит, в Торе главным примером позитивного мышления является Раби Атива, который все, что с ним происходило, он трактовал, что все это только для добра. И в Талмуде есть несколько историй, когда он с другими великими мудрецами своего поколения смотрят на одну и ту же вещь, которая выглядит на первый взгляд как ужасная, как страшная вещь. Например, они смотрели на то место, где когда-то стоял храм, и где была святая святых храма. Ну, это невероятно было сооружение, на которое со всего мира приезжали люди смотреть, какой был красивый Иерусалимский храм. И тут он был разрушен. Ревляне его разрушили, распахали гору, и вот Раби Атива, и его друзья, другие мудрецы, два мудреца стоят, смотрят на это место, и оттуда выбегает лисица, там, где когда-то была святая святых. И они, эти два мудреца, начинают плакать, рыдать, что храм разрушен, как же так, дом Бога разрушен. Раби Атива смеется, написано в Талмуде, он смеется, они ему говорят, Атива, чего ты смеешься? А он им говорит, а вы что плачете? Они говорят, мы плачем, что храм разрушен. Он говорит, а я смеюсь, что храм разрушен. Они говорят, как? Он говорит, смотрите, есть пророчество, что храм будет разрушен, и есть пророчество, что храм будет потом отстроен, третий храм, и придет на шеях. Он говорит, если сбылось пророчество, что он будет разрушен, значит, сбудется и пророчество, что он будет построен. И я радуюсь тому, что храм будет построен. То есть, он же должен быть вначале разрушен. Значит, все, все отлично, все идет к, значит, они, Ну, не написано, как они на это отреагировали, но мы видим совершенно разный взгляд. Есть другой такой еще рассказ про него же. Когда он шел с ослом, ехал на ослить, у него был петух. Раньше вместо будильника носили петух с собой. Да, вот, честно говоря, у меня есть будильник в часах. Я вот сегодня как раз поставил будильничек утром, они так мягко пожужжали, и я, значит, встал. А раньше это нужно было петуха с собой в кровать брать, или рядом с кровати привязал. И только там петух в свое время он загогарекал. И вот у него был с собой ослик, петух, значит, факел. Потому что раньше же не было зажигалок, там, спичек. То есть для того, чтобы поджечь 2000 лет назад что-то поджечь, нужно было или там выбивать камнями, камень об камень, какие-то искры, что-то там раздувать, шерсть. То есть, ну, такой целый был, целая история. Или носить с собой факел. Если ты хочешь, чтобы у тебя был с собой свет, и, возможно, зажечь костер, ходи с факелом. Все. Представляете, мы сейчас вот жалуемся, говорим, жизнь тяжелая у нас, мол, вообще тяжело живется. А так мы сейчас бы сидели бы все с факелами. Он же дымит, воняет, его надо все время менять. А нету огня, значит, все, не погреешься, еду не приготовишь. И вот он идет с этим факелом, с петухом, ослик. И подходит он к городу. А города раньше тоже были, ну, обнесенные стеной специально. И ворота, потому что были разбойники разные там вообще. Ну, то есть было очень опасно. Разбойники, львы, тигры, медведи, там, полно всего. И поэтому ворота закрывали. Он стучит, говорит, впустите меня. Ему говорят, нет, не впустим. Мы не знаем, может, и медведь, может... У нас правило. Мы, значит, в семь часов закрыли, все, город закрыт. Он говорит, а как же, уже темнеет, все. Ему говорят, твои вопросы, приходи завтра. У нас город открыт с шести утра до семи вечера. После семи вечера город закрыт. Ну, хорошо, значит, Рабиатива остается ночевать. Пошел где-то там в кустах, разложился. И, значит, готовится ко сну. Лег он спать. Только он заснул. Тут, значит, медведь загрызает его осла. Только он заснул, лисица украла его петуха. Только он с факелом начал пытаться там что-то их отогнать. Погибло... Ой, факел у него потух. Он думает, и вот тут как раз вот эта вот разница между Рабиативой и остальными людьми. Обычный человек, что бы подумал. Все, значит, мне не везет, какая-то вообще ужасная жизнь, Всевышний против меня. Рабиатива, он говорит, все к лучшему. А коли то вам, все к лучшему. Значит, раз так, значит, так и надо. Это, говорит, идеальный вариант. Все, лег спать, радостный, счастливый, просыпается утром, приходит к шести утра к открытию города, а смотрит, город сгорел. Оказывается, ночью на этот город напали разбойники, которые этот город вырезали, выжгли и всех остальных, кто там был, или убили, или угнали в плен. Рабиатива, если бы у него был горел факел, если бы осел кричал, если бы петух кукарекал, его бы тоже бы нашли. Если бы он был в городе, он бы падим. А оказалось, что все то, что произошло, было к лучшему, Всевышний его конкретно спас. И он это знал изначально, потому что, когда у тебя есть доверие ко Всевышнему, ты заранее понимаешь, что все, что происходит, все к лучшему. Теперь, опять же, это выбор, или ты веришь, или ты не веришь. Теперь, в зависимости от того, во что ты веришь, ты действуешь, исходя из своей веры. Дальше, исходя из своих действий, как-то разворачиваются обстоятельства. Никто не мог, не может сказать, что было бы, если бы я верил, что все к лучшему. Потому что, если человек верит, что какое-то событие не к лучшему, то его мысли, его действия, его реакции, его отношения влияют на следующий разворот событий. И никогда нельзя проверить, что было бы, если бы я верил, что все к лучшему. Но мы можем проверить по-другому, советует нам автор этой книги, которую мы изучаем. Он нам в конце дает задание, торги, упражнение. Он говорит, постарайтесь, вдумайтесь в вашу жизнь. Вспомните, может быть, были события, которые в то время, когда они случались, они вам казались очень страшными, негативными и ужасными. Но когда вы сейчас смотрите назад, то они кажутся вам не менее страшными. И может быть, даже были какие-то события, которые были очень тяжелыми на тот момент, когда они происходили. Но в итоге вы видите, что они были для вашего добра. Вот посмотрите, есть ли у вас такие события в вашей жизни? Если есть, напишите в комментариях, да, были такие события. У меня были, например, я считаю, что моя новая, прекрасная, хорошая жизнь именно началась в момент, когда мне казалось, что старая моя жизнь, которая тоже мне нравилась, она разрушилась, и все ужасно, и все против меня. Но в итоге я сейчас понимаю, что вот тот момент, когда я думал, что все ужасно, на самом деле это был стартом абсолютно нового этапа в моей жизни, которым я невероятно доволен. Вообще. Да, было такое. Значит, теперь это вот он нам предложил такое упражнение. Значит, а у других людей были, вот мы как раз вспомнили Раби Акиву. И сейчас. И как могли бы ваша жизнь измениться, если бы вы выбрали верить, что все, что происходит с вами сейчас, происходит к лучшему, а не к худшему, не дай бог. Вот он нам дает такой вопрос. И вспоминаем, вспоминает, он здесь упоминает известную историю про Рэб Зуси. Был такой, были таких два великих мудреца, и, значит, были два великих мудреца, Рэб Зуси и Раби Элемелых из Лижинска. Они были родные братья. Рэб Зуси и Раби Элемелых из Лижинска. Они учились вместе у ученика Бальшимтова Мадида из Мейжерича. И оба были абсолютно разные. Они каждый основал свой хасидут. И было, что Раби Элемелых, он был очень богатый. То есть, он был очень такой богатый, да, так про него рассказывает история. А Рэб Зуси был очень-очень бедный. У него были, в общем, очень у него была тяжелая какая-то внешняя тяжелая ситуация. И вот как так к Мадиду из Мейжерича пришли ученики и говорят, мы не понимаем, как написано в трактате «Броход». Есть такой трактат «Броход» в устной торе. Благословение переводится «Броход». Как там написано, что должен человек благословлять на плохое, как на хорошее. На зло, как на добро. Они говорят, мы не понимаем, как это так. Так, говорит им их учитель Мадид Мейжерич, пойдите спросите у Рэб Зуси. Рэб Зуси вам ответит. Рэб Зуси, значит, приходит, приходят они к нему, он сидит довольный, значит, веселый, как всегда. Они спрашивают, вот мы не понимаем эту мишну, как должен человек благословлять на добро, на зло, как на добро. И нам сказал Мадид Мейжерич, наш учитель, что мы у тебя спросили. Он говорит, а я не понимаю, чего он вас ко мне послал. Я, говорит, тоже эту мишну не понимаю. Только я, говорит, другой не понимаю. О каком зле вообще речь идет? Говорит, нету зла в этом мире, все же от Всевышнего. И то, что кажется злом, на самом-то деле это тоже добро. Потому что оно исходит от Всевышнего для добра, значит, это и есть добро. И он говорит, я не понимаю, о чем идет речь вообще. И они тогда поняли ответ на свой вопрос. То есть, когда человек смотрит на то, что у него, там, вернемся к истории про радиативу. У него осел, значит, его съел лев, курицу съел петух. Не курицу съел петух, а петуха съела лиса. Значит, огонь у него потух. Он думает, что это для него зло, а по факту это спасло ему жизнь. Как когда-то я слышал лично вот от одного своего знакомого историю. Это был друг моего отца покойного, закронули вороха. Значит, он говорит, я там 60 лет попал в аварию. Я думал, что это большое для меня несчастье. Меня привезли в больницу, там, куда у него был перелом. И сделали мне анализы, сделали мне эти самые разные снимки, анализы, в общем, обследования. А он очень был здоровый человек, который, ну, у него не было никаких, вообще, привычек таких доходить по врачам. И, значит, он говорит, ну, раз я уже попал после аварии в больницу, мне делали все эти обследования. Они говорят, что-то у вас какой-то есть, там, неувязочки, да, по анализам. Начали дальше проверять. Нашли у него злокачественную опухоль в ранней стадии, которую ему удалили, и он после этого жил еще, там, 30 лет. То есть, получается, что если бы не эта авария, если бы не перелом, он не попал бы в больницу. Не попал бы он в больницу, не нашли бы у него в ранней стадии опухоль. А так как он был человеком очень здоровым, и к врачам вообще не ходил, то есть, у него был такой прям принцип такой, да, не ходить к врачам, то он бы ждал бы до последнего, пока уже у него была бы безвыходная ситуация, и у Всевышнего был единственный способ его завести в больницу, это через аварию. Вот и понимаете, да, как оно все работает. Теперь, в момент, когда происходит какое-то событие, которое человек трактует как зло, ему, конечно, очень тяжело в этот момент найти другую трактовку, да, ему тяжело найти другую интерпретацию. Ну что, но она все-таки есть, она все-таки есть, и даже на крайней какие-то ситуации, как храм разрушен, и леса выбегают из там, где была святая святых, то рабе Акива, он сказал, что это отлично, все идеально, потому что сбылось пророчество, что будет разрушен, сбудется, и что будет построен. Теперь возьмем крайнюю, крайнюю ситуацию смерть, да, смерть, это крайняя ситуация. Но Тора называет смерть вторым рождением, третье рождение. То есть, если человек, он, мы же смотрим на все через призму, парадигму своей веры. И даже самая страшная вещь, как смерть, да, то, что для человека уход из этого мира, это является самым страшным событием, которого все люди боятся, и которое, в принципе, ну, как это, это вообще действительно ужасно, не дай бог, чтобы все жили долго, я желаю, мы все хотим жить долго и счастливо. Но по факту все уходят из этого мира, значит, в... И если рассматривать эту точку, как конечную точку, тогда действительно страшно, да, то есть, все, жил человек, жил, и не, и все, и все закончилось, да. Это если он рассматривает свою жизнь с точки зрения верующего материалиста, верующего атеиста, верующего дарвиниста, если он поклоняется Дарвину и его теориям, то, конечно, значит, вообще грустно поклоняться Дарвину и его теориям, как бы, даже просто жить, ты кто? Ну, я обезьяна развитая, да, да, вот я такая обезьяна. Ну, нет, а ты кто? Нет, я не обезьяна, я инфузория туфелька развитая, то есть, я как бы, ну, все-таки с обезьяной это уже потом было, это, то есть, такая вера очень, очень, ну, не очень, да. А вот человек, который, и, конечно, вся его жизнь такой обезьяны заканчивается в момент, когда его тело умирает. Но если человек верующий в Бога, в бессмертную душу, в божественное управление, в духовный мир и так далее, то, что тогда он, тогда он понимает, что когда тело уходит, когда тело, как бы, он отстёдивается от тела, как ракета, которая, у него ступени, он уходит дальше в духовный мир. И мне очень нравится эта книга, вот, кстати, интересно, у меня такая есть привычка, я, когда мне какая-то книга нравится, я её даю кому-то читать, и всё, и потом я не могу её найти. Когда-то я купил книгу, совершенно там, не в магазине, где-то я пришёл в какую-то синагогу молиться, и там были какие-то книги, сам издат такая, ну, я помню, в какую синагогу я пришёл молиться, и там была книга такая, называется «Мост жизни». Написал её Равин, который был рабом Иерусалима, очень такой, ну, как, широко известный в узких кругах Равин. И он, значит, ну, такой прямо, он был очень велик Равин. И там он написал трёхтомник, есть его книга, трёхтомник, называется «Мост жизни», Гешара Хаим, где два тома он собрал из всех-всех-всех сборников законов, из всех, есть же у евреев очень много разных общин, есть восточные евреи, там, йеменские евреи, есть евреи марокканские, есть евреи итальянские, которые в Риме жили со времён первого храма, и из Рима никогда не, еврейская община в Риме никогда не останавливалась. И там очень интересная синагога в Риме, и очень интересный у них молитвенник, отличается от всех молитвенников в мире, там есть отличие такое, ну, вот, очень, оно небольшое тоже, один-два процента, но очень интересное отличие в, как бы, как молятся евреи Рима. И он собрал из всех еврейских общин мира, собрал всё, что касается законы смерти, что делать с телом, законы похорон, там, и так далее. Два тома, это именно сборник законов. И третий том, это из книг по Кабале, из книг по, ну, вот, в основном по Кабале, да, всё, что касается именно духовной сути жизни души в этом мире, жизнь души до этого мира, жизнь души после этого мира. Это был третий том, и вот это был на русском перевод этого третьего тома, тоненькая книжка, называется «Мост жизни». И там в конце приводится его сына свидетельство, как его отец уходил из этого мира. А сын жив до сих пор, он раб в одного из районов Иерусалима. Равин. И вот сын рассказывает, как его отец, он выходил из этого мира в полном сознании. То есть было в комнате около 20 человек, его ученики, равины. Он к этому моменту готовился. Он был уже болен, ему было там за 80 лет. И он, значит, вот прямо его был переход. Он попросил поставить кровать как-то там особенным образом. Он сделал не тела тядаем, омывение рук. Он там читал псалмы, читал книгу, есть такая книга «Мавар Ябок». Это переход через реку Ябок. Это как Яаков, когда он боролся с Анделом и Сава. Это было как раз вот это место. В общем, есть там очень много интересных таких подробностей. И он описывал, как вот отец его в абсолютно полном сознании, его душа вышла из этого мира, в присутствии 20 человек, абсолютно без всякого страха, потому что выход души из этого мира называется третье рождение. Теперь, если человек в это верит, если он видел своими глазами, как выходит душа из тела, если он, я помню, когда у меня отец тоже уходил из этого мира, я сидел в больнице, в Шаре Цедек, было, значит, и прямо вот ночью я остался у него, ночью, все, и у него прямо вот видно было, как душа выходит из тела. Я думаю, надо что делать, как делать, все. Я открываю, и в этот день, как раз я открываю, был трактат Макот, там про ангела смерти, который приходит забирать душу, да, как это все происходит. И я, значит, изучая этот трактат Макот, а я, как все люди, я люблю своего отца, хочу, чтобы он не уходил из этого мира, я, значит, молюсь, я как раз открылся Талмуд, есть, изучают, дафь йоми, это один лист в день, изучают на протяжении 7,5 лет, изучают весь Талмуд. И вот как раз в этот день, как раз попадает на то, что про ангела смерти, который забирает душу из тела. И там я читаю, там были какие-то вещи, это было очень такое состояние, ну вот не, он прям у него агония была. Но я как раз изучал, и там были какие-то вещи, которые, что надо говорить, как надо делать, как надо это, как можно это остановить, как то. И, в общем, он, он, значит, возвращается душа, он, хотя была агония уже, все. И я, значит, после этого, проходит где-то еще день-два, он очень хотел выйти из больницы. И он все-таки, его выписывают из больницы, он возвращается домой, шаббат. И он перед шаббатом, значит, он говорит перед шаббатом, есть такой прям закон Аллаха, вылить всю воду из сосудов. Когда душа выходит из тела, то во всех домах вокруг этого дома нужно вода, которая была в сосудах, нужно эту воду слить. Нельзя, чтобы она оставалась, нельзя ей потом пользоваться. И он, значит, а у него был как, ну, как бред, такое помутнение, да, после операции, там все это. И он говорит, надо срочно вылить всю воду, надо вылить, он не знал этого закона, но он все время его волновало, надо слить всю воду. И прямо мы, чтобы его успокоить, вылили всю воду из всех сосудов, там, которые были, где была вода, сказали, все вылили, все. И он, значит, попрощался со всеми, и ночью в субботу вышел из этого мира. Значит, что мы видим? Что даже, все зависит от отношения, поэтому, если смерть, к ней можно относиться по-разному, можно относиться как к третьему рождению, а можно относиться как к самому страшному, то все остальные события, которые с нами происходят, есть разные ракурсы, да, можно сказать, что все к лучшему, можно сказать, что все к худшему, можно сказать, что это ужасно, можно сказать, что это выглядит как ужасно, но, возможно, Всевышний делает это к лучшему, мы посмотрим, да. То есть, есть варианты, как относиться к любому событию, и эти варианты выбирает сам человек. Если открыта вода, надо слить всю воду, да, если в доме, где кто-то умер, то во всех домах вокруг этого дома, да, почему-то есть такая лоха закон, надо слить воду, которая была в открытых сосудах. Почему? Там тоже есть на это разные объяснения, например, есть, есть же духовный мир, есть души, которые там, они ни туда, ни сюда не зашли, есть мир демонов, которые, которые полудуховные, полуматериальные, ну, и так далее, там есть целая-целая история, и вода является переносчиком многих-многих вещей. Хорошо, дорогие друзья, все, сегодня мы на этом короткий совет из книги «Улыбайся», он такой очень оптимистичный, этот Равин, он нам дает такие короткие, прямо, он психолог, психолог, известный в мире психолог тоже, и он коротенький совет, я вам прочитаю, значит, он говорит, «Это зависит только от нас. Сколько жизненной энергии мы вкладываем в каждое мгновение? Сколько радости мы испытываем каждую секунду?» Это он задает вопросы. «Только от нас зависит, заметим ли мы красоту, которая нас окружает? Ведь Творец создал ее для нас. А если мы не обращаем на нее внимания, то может быть, она исчезнет? То есть, что получается? Всевышний сделал для нас целый мир. На что ты обращаешь внимание? Как ты это трактуешь? Это твой выбор. Ты Творец. Значит, если мы захотим, мы можем улыбнуться другому человеку, и никто не может это сделать за нас. Только от нас зависит, захотим ли мы подружиться с людьми, с которыми нам приходится вместе работать, ведь это зависит от наших мыслей. «Я думаю», пишет автор, «пришло время сказать самому себе, «Я счастлив». «Я с нетерпением жду того, что меня ожидают в будущем. Я еще многого могу достичь. Я благодарен Творцу за мир, который Он создал для меня. Я испытываю чувство благоговения, когда я вижу бесконечное синево небо, безграничность горизонтов, открывающихся передо мной, силу и мощь Солнца». А потом еще можно сказать, «Творец, я верю в Тебя. Я знаю, что Ты заботился обо мне все время с того момента, как я родился, и до сегодняшнего дня, вплоть до этой минуты. И я верю, что точно так же, как Ты вырастил меня, так же Ты будешь заботиться обо мне и помогать подниматься на новые и новые уровни в течение всех тех долгих лет моей жизни в этом мире и в будущем мире, когда мое тело уже будет покоиться в Модиле». Все, вот он предлагает нам сказать такую вещь. Можно сказать, можно не сказать. Можно верить, что Ты инфузория, можно верить, что Ты божественная душа. Можно верить, что со смертью тела умирает все. Можно верить, что, наоборот, смерть тела освобождает душу и дает человеку возможность увидеть по-настоящему этот мир. Это вопрос выбора, вопрос веры. Как говорится, у каждого Абрама своя программа, у каждого Додика своя методика, у каждого Пинника своя лирика и у каждого человека есть свобода выбора, потому что все мы сотворены по образу и подобию Бога. Творить, создавать или радоваться тому, что натворили, или не радоваться. То есть, все, что есть сегодня в жизни каждого из нас, это мы же сами себе и натворили. Поэтому, значит, если вас не радует, значит, вопросы к вам. Если вас радует, значит, спасибо вам. Все, удачи, успехов. Встречаемся с Божьей помощью завтра в 10 утра. И хорошего дня, прекрасного дня. Счастливо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Счастливо.